здравствуйте продолжаем изучение дисциплины автомобильные дороги на сегодняшнем занятии мы с вами рассмотрим тема лекции у нас нанесение проектной линии и обозначение контрольных точек при нанесении проектной линии значит цель лекции познакомиться с принципами проектируем продольного профиля который является одним из важнейших документов при проектировании автомобильных дорог потому что с правильностью разработки этого документа от правильность разработки документ влияет на стоимость строительства в общем потому что при проектировании продольного профиля мы решаем вопросы наиболее рационального проектирования проектной линии красной линии которая будет обеспечивать наименьшие объемы земляных работ удобства работ и другие Поэтому сегодня мы рассмотрим основные принципы проектирования продольного профиля и нанесение проектной линии. Также назначение контрольных точек, как они выбираются, как назначаются для того, чтобы провести правильно эту проектную линию. Значит, лекцию буду читать я Сидина Вабрина Рабаевна, старший преподаватель кафедры архитектуры и дизайн. Для лучшего усвоения материала лекция будет сопровождаться демонстрацией слайдов. Курс лекции по дисциплине автомобильной дороги для студентов, обучающихся по специальности 5B07-45-00 и образовательной программы 6B07-306. Транспортное строительство. Автор Сидинова Гульнара Рабаевна. Тема сегодняшней лекции – нанесение проектной линии, назначение контрольных точек при нанесении проектной линии. Первый вопрос – основные принципы проектирования продольного профиля. Второе – нанесение проектной линии. Третье – назначение контрольных точек при нанесении проектной линии. И последний вопрос – подсчет земельных работ. На прошлых занятиях мы отметили, что продольный профиль — это проекция трассы дороги на вертикальную плоскость. То есть при проектировании продольного профиля мы с вами получаем вертикальный разрез местности, по которой будет проложена будущая трасса. На практические занятия мы с вами рассмотрим более подробно. Содержание или состав продольного профиля, чего он состоит. Детально рассмотрим каждую часть продольного профиля. Только хочу отметить, что основные части — это графическая часть и табличная часть. Как заполняется, как происходит проектирование более подробно на практических занятиях. Сегодня при изучении теоретического курса мы рассмотрим основные принципы и основные вопросы при проектировании продольного профиля. Значит, здесь мы должны обязательно руководствоваться с основными принципами. Следующими основными принципами. Первое — соблюдать основные технические нормативы для проектирования продольного профиля. Все эти технические нормативы у нас указаны в нашем нормативном документе основном СНИПе по автомобильным дорогам. Я вам об этом уже несколько раз говорила. Это основной документ, которым мы руководствуемся. Следующий принцип — это добиваться наименьшего объема и стоимости земляных работ. Но обязательно при соблюдении норм проектирования и обеспечении плавности линии. Потому что от этого будет зависеть комфортное движение по дороге и безопасное содержание. Обеспечить отвод воды от дороги. Предусмотреть возможность размещения искусственных сооружений. Это мосты, трубы, путепроводы. То есть мы должны не только эти технические нормативы соблюдать и наименьшие объемы, но обязательно рассмотреть, вот последний вопрос, предусмотреть возможность размещения искусственных сооружений на дороге. К основным техническим нормативам при проектировании продольного профиля можно отнести наибольшие и наименьшие уклоны, наименьшие радиусы выпуклых и вогнутых вертикальных кривых, руководящую рабочую отметку. Вот это основные моменты. Ну и контрольные точки. Контрольные точки — это уже в зависимости от местности. По нормативным документам вот эти моменты мы обязательно рассматриваем. Ну начнем давайте с уклонов. Наибольшие уклоны, продольные уклоны, должны определяться в зависимости от установленной расчетной скорости. Значит, в зависимости от категории дороги у нас с непомоговоренной расчетной скоростью, которую мы должны обеспечить, правильным проектированием, строительством дороги. И величина уклон тоже будет определяться этой скоростью. Ну вот в этой таблице приведены основные значения скорости расчетной и в зависимости от нее значение наибольшего уклона, продольного уклона. Значит, 150 км в час у нас, вы видите, 30 промилль. Соответственно, с уменьшением скорости у нас величина продольного уклона увеличивается. Это связано с тем, что уклоны назначаются таким образом, что при движении автомобиля с расчетной скоростью у него не возникало опасности попасть дороже транспортной происшествия или аварии. То есть не возникало ситуации, когда водитель не смог бы справиться вследствие большого уклона при движении скорости определенной с управлением автомобилем. Что касается наименьших уклонов, то в насыпях они не ограничиваются. Если дорога проходит в выемках, то этот уклон должен быть не менее 5 промилль для обеспечения стока воды по кюветам. По этой причине горизонтальной площадки и вогнутые кривые в выемках проектировать не стоит. То есть обязательно в выемке мы предусматриваем уклон, наименьший уклон, для обеспечения стока. Вторая позиция и второй принцип – наименьшая разница выпуклых и вогнутых вертикальных кривых. При проектировании продольного профиля мы вначале строим так называемую черную линию. То есть линия, которая соответствует высотным отметкам оси трассы дороги при проложении на местности. То есть это отметки местности. Естественно, на этом черном профиле у нас будут наблюдаться в некоторых местах переломы этой черной линии. И при вписывании в нее проектной линии мы должны стремиться к созданию плавности этой линии. Поэтому в некоторых местах возникает необходимость вписывания выпуклых кривых, особенно в участках, когда мы осуществляем или огибание земляного профиля, или когда у нас возникает необходимость устройства выемки в некоторых местах. И в пониженных местах, как правило, мы вписываем вогнутые вертикальные кривые. Значит, значение этих допустимых радиусов приводится в таблицах СНИП, опять же, в зависимости от расчетной скорости. На практических занятиях мы с вами будем определять эти наименьшие радиусы, условия, исходя из которых эти радиусы назначаются, более подробно. Руководящая отметка. Руководящая рабочей отметкой называет наименьшую высоту насыпи, которая обеспечивает нормальные условия эксплуатации земляного полотна. То есть это неподтопление водой и незаносимый снегом. На прошлой лекции, когда мы с вами рассматривали водный режим земляного полотна, мы эти вопросы по неподтоплению, вопрос неподтопления водой рассмотрели. То есть мы должны возвысить бровку или низ дорожной одежды, даже не бровка, а низ дорожной одежды, в зависимости от грунта и дорожно-климатической зоны, а также в зависимости от типа местности по увлажнению на определенную величину, которая предотвратила бы увлажнение зеленого полотна в верхних слоях, а следовательно и увлажнение дорожной одежды. И второй мы рассматривали с вами заносимость снегом. Что мы должны сделать, чтобы у нас в зимнее время не заносилось снегом? В этом случае мы должны, во-первых, не только правильно означать вот эту наименьшую высоту или руководящую отметку, но и обязательно учитывать направление ветра в зимний период, преимущество направления ветров, и правильно ориентировать нашу трассу в плане. Возвращаясь к продольному профилю, мы должны отметить, что руководящие рабочие отметки определяют с учетом ряда факторов. Это дорожно-климатической зоны, рода грунта земляного полотна, условия стока поверхностных хвост, верхнего уровня грунтовой и поверхностной воды, условия заносимости дороги снегом и толщины дорожной отверстики. То есть вот то, что я вам сказала выше. Как это определяется, каким образом назначается, мы с вами рассматривали на конкретно вот эти вопросы, которые мы подробно рассматривали при изучении лекции номер 3. Номер 3 и 4. Значит, основные принципы проектирования продольного профилю автомобилей на дороге мы с вами разобрались. Теперь следующий вопрос — это нанесение проектной линии. При проектировании дороги предусматривают возвышение деревного полотна над поверхностью земли, обеспечивая этим осушение грунта, подстилающего дорожную одежду и меньшую заносимость снега. Ну, понятно, что если мы будем проводить дорогу, проклад дорогу по поверхности земли, непосредственно там убирая некоторые выпуклости, то хорошего и долгого срока эксплуатации добиться невозможно. Поэтому мы с вами и устраиваем земляное полотно. Отсыпаем земляное полотно и отмечаем или определяем вот эту минимальную высоту, да, или минимальное возвышение низа дорожной одежды и бровки земляного полотна над поверхностью земли. Устройство земляного полотна в насыпи создает для дороги более благоприятные гидрологические условия по сравнению с естественной поверхностью грунта. Лишь при необходимости смягчения продольного уклона и для уменьшения объема земляных работ мы земляное полотно проектируем в выемках. Но при этом стремимся к тому, чтобы эти выемки простирались или находились, продлевались на коротких участках. Потому что проектирование дороги выемков всегда связано с опасностью заноса выемки снегом в зимнее время и с опасностью увлажнения земляного полотна грунтовыми водами, поскольку мы с вами срезаем естественное строение рельефа или поверхности земли. Кроме этого, при устройстве выемки как бы создаются условия, условия, можно сказать, то есть становится возможным подтопление выемки водами, ливневыми водами в время дождей. В весенний период у нас возможно в результате таяния снега, если район обладает или в данном районе очень большая высота снежного покрова. И таким образом выемки являются менее предпочтительным типом земляного полотна по сравнению с с насыпями. Установление положения полотна дороги в продольном профиле по отношению поверхности земли называется проектированием продольного профиля или нанесением проектной линии. Или нанесение проектной линии. Или сетки, как ее называют, мы отметили, что после того, как мы нанесем с вами линию земли или черную линию, по рельефу предварительно можно сразу же предусмотреть места земли. Или места расположения водопропускных сооружений. Давайте мы сейчас по каждому пункту будем рассматривать требования и раскрывать в той или иной степени. Значит, первое – это плавность пути и допускаемую при нанесении проектной линии необходимо обеспечить плавность пути и допускаемую величину продольных уклонов, позволяющие автомобилям развивать высокие скорости. Значит, при назначении максимальных уклонов продольных профилей мы рассматриваем режимы движения автомобилей. При этом расчеты ведутся по математическим законам, будем говорить, потому что при движении по автомобилям дороги автомобиль получает энергию от сжигания топлива двигателя. И в результате этого двигатель развивает движущую силу или силу тяги, которая прикладывается к ведущим колесам автомобиля или тягача. И поэтому величина уклона оказывает очень большое влияние на развитие вот этой движущей силы или тяги автомобиля, которая, соответственно, в свою очередь обеспечивает необходимую для данной категории дороги скорость. Следующая позиция — это отвод воды от земляного полотна и осушение полосы отвода. Мы отметили, что при начертании черной линии земли мы с вами отмечаем пониженные места, где возможен сбор воды, и назначаем какие-то водопропускные сооружения. Ну, в частности, это самое простое распространение — это водопропускная труба. Если на пути трассы встречаются какие-то водные преграды, которые могут быть разные величины, мы с вами назначаем места или определяем места устройства мостовых переходов. Следующая позиция — это прохождение дороги через контрольные точки, имеющие заданные высотные отметки. Какие это контрольные точки? Примыкание к существующим дорогам в начале и конце трассы. Это могут пересечения с дорогами более высоких категорий или железными дорогами, пересечения с дорогами более высоких категорий или железными дорогами, которые уже существуют на данный момент, и мы должны с вами новопроектированную трассу подвести к этим коммуникациям или дорогам. Дальше это могут быть отметки проезжей части мостов, отметки полотна дороги над уровнем высоких вод в затопляемых местах и другие точки. При назначении этих контрольных точек необходимо придерживаться следующих принципов. Бровка насыпи должна возвышаться над расчетным горизонтом воды около малых мостов и труб не менее чем на 0,5 метров. Высотный габарит путепровода через автомобильную дорогу должен быть не менее 5 метров, а через железную дорогу не более 6,5 метров. То есть таким образом мы с вами определяем эти контрольные точки. После того, как контрольные точки зафиксированы, мы с вами можем проектировать или намечать проектную линию. Сейчас существуют различные программы в IT-технологиях, которые позволяют нам очень быстро этот вопрос решить. Теперь, когда мы будем выполнять курсовой проект, вы будете выполнять продольный профиль на миллиметровой бумаге. Следующий принцип – это удобство механизированного выполнения земляных работ. То есть мы должны с вами запроектировать продольный профиль таким образом, чтобы в давнейшем было удобно и с меньшими затратами повести земляные работы. Ну, по устройству насыпи или по разработке бумаг. Таким образом, мы принципы, на какие опирается нанесение проектной линии, рассмотрели. Теперь нанесение самой проектной линии. Различают два метода проложения проектной линии. Это обертывающая и секущая проектировки. Ну, вот на этом рисунке мы видим два этих метода. Значит, первый метод – это штрихпунктирная линия. Это нанесение проектной линии по обертывающей. Сейчас мы с вами рассмотрим, в чем заключается этот метод и когда он применяется. И второй метод – это нанесение проектной линии по секущей. Вот как раз на этом чертеже видно, что при нанесении вот этой черной линии земли, поверхности земли, мы сразу можем видеть, где в каких местах, есть у нас пониженные места, в которых необходимо запроектировать водопропускные сооружения. В частности, здесь у нас намечается лог, тальвик определенный, и здесь мы проектируем с вами трубы. Гидравлический расчет труб, потом производится это отдельно. Ну, давайте рассмотрим эти методы. Значит, первый метод – это по обертывающей, штрихпунктирная линия. При обертывающей проектировке проектную линию наносят по возможности параллельной поверхности земли, допуская отступление от этого правила лишь на пересечениях пониженных мест рельефа и при близком расположении переломов продольного профиля. Вы видите, что эта линия практически приближена к черной линии, или линии поверхности земли в данном месте. Вот этот принцип или метод положения, по обертывающей, в условиях равнинного или слабохолмистого рельефа, в сочетании с трассированием в плане и вписыванием в элемент рельефа трассы позволяет получить хорошо осушаемое земляное полотно. Этот метод применяют при проектировании дорог в низшей категории. Если у нас линия повторяет рельеф в той или иной степени, естественно, сохраняются уклоны существующие. Поэтому мы сейчас только с вами смотрели, большие уклоны допускаются на дорогах низких категорий с малыми расчетными скоростями. Поэтому проектирование по обертывающей приемлемо для равнинной местности или слабохолмистого рельефа. И если мы проектируем с вами дорогу низшей категории. В условиях холмистого сильно пересеченного рельефа при проектировании проектной линии как обертывающей профиль дороги получается неспокойным. Движение автомобиля по дороге превращается в непрерывное преодоление подъемов с последующим спуском долины и сопряжено с перерасходом топлива и снижением скорости. При интенсивном движении суммарные издержки автомобильного транспорта значительно возрастают. Вот здесь внизу показаны уклоны. Вы видите, когда мы по обертывающей делаем, то у нас на этом участке уклон один будет, на следующем другой уклон. То есть даже величина уклона на подъеме у нас будет разная. Потом у нас спуск идет с одним уклоном, спуск с другим уклоном, потом опять подъем и опять спуск. То есть вот при таком движении автомобиля то вверх, то вниз, мы с вами как раз и отметили, что у нас движение становится неспокойным, увеличивается расход топлива. В этом случае более рационально проектная линия, нанесенная как секущая, со срезкой холмов, выемками и с использованием этого грунта для отсыпки насыпей в пониженных местах. Положение проектной линии при использовании метода посекущей должно по возможности обеспечить баланс объемов земляных работ в смежных насыпях и выемках. То есть использование продольного перемещения грунта из выемок для отсыпки насыпей. В данном случае баланс означает равность объемов выемки и насыпи. Это не всегда достигается, но тем не менее это позволяет нам осуществлять воску в продольном направлении. Метод секущий чаще применяется при проектировании дорог высшей категории. Теперь, что касается этого положения, сейчас я на рисунке продемонстрирую. Вы видите, у нас при проектировании посекущей, посекущей, мы срезаем возвышенности рельефа и грунт из этих выемок перемещаем в пониженные места насыпи. И у нас уклон, линия уклона, она получается вот таким образом. То есть у нас одинаковый уклон, что обеспечивает возможность развития скорости достаточной и безопасности движения. Следует отметить, что обертывающая проектировка чаще сочетается или обычно сочетается с возведением земляного полотна из придорожных резервов, что позволяет уменьшить стоимость земляных работ из-за малой дальности перемещения грунта. На первую лекцию, когда я вам показывала сечение дороги, мы как раз рассмотрели поперечный профиль с боковыми резервами, когда грунт из резерва перемещался в насыпь. То есть обертывающая проектировка обычно применяется в этом случае. Однако в настоящее время при ограничении отвода пахотных земель под дороги такой способ часто невозможен. И земляное полотно возводят из грунта, перевозимое на большее расстояние и специально закладываемых грунтовых карьеров. Во многих случаях продольная воска при секущем методе проектирования может оказаться даже более выгодной, чем при обертывающей. То есть сейчас, конечно, при прокладывании дорог, я вам говорила, мы должны обязательно учитывать наличие сельскохозяйственных земель. У каждой земли есть свой хозяин. Может быть, это ценные земли, на которых успешно развиваются, или животноводцы, или землетели. Поэтому в таком случае мы с вами должны максимально снизить или нанести максимальный урон окружающей среде. В таком случае у нас грунты будут разрабатываться, необходимость разработки грунта будет в карьере. А если мы используем секущую, то при более или менее оптимальном балансе объема провоза землины при насыпи и перевыемке мы можем достигнуть очень хороших результатов. Нанесение проектной линии рассмотрели. Теперь назначение контрольных точек при нанесении проектной линии. Это у нас третий вопрос. Проектная линия должна проходить через ряд контрольных высотных точек. Часть из них строго фиксирована по высоте. Как, например, пересечения в одном уровне с железными и существующими автомобильными дорогами. А также начало и конец трассы. Положение других контрольных точек определяется величиной их минимального возвышения над уровнем земли, которое для обеспечения плавности проектной линии можно увеличивать, хотя это будет связано с удорожанием строительства. К числу их относятся отметки у мостов, над трубами, возвышение земляного полотна, над местами длительных застоев воды и так далее. Отметки проектной линии над контрольными высотными точками должны быть назначены до начала проектирования продольного профиля. Возвышение низа дорожной одежды в наиболее низком месте плечного профиля, в местах длительных застоев поверхностной воды и высокого стояния грунтовых вод назначают согласно требованиям недопущения увлажнения грунта земляного полотна. В открытых местах, где возможны значительные снежные заносы, рекомендуется принимать возвышение бровки земляного полотна на 0,4-0,6 метров выше поверхности снегового покрова. То есть вот это мы с вами рассматривали, эти вопросы мы рассматривали подробно на прошлых лекциях. То есть как назначается вот эта отметка. То есть она будет тоже контрольной. Меньше этого значения мы с вами не можем назначить величину. Теперь что касается вот этого абзаца, значит, иногда нам приходится, приходится для того, чтобы сохранить плавность, увеличивать эту высоту, которая требуется. Но здесь нужно будет иметь в виду, что у нас это вызовет удорожание строительства вследствие увеличения объема земляных работ. Наиболее сложно назначать отметки и наносить проектную линию на участках у искусственных сооружений. Положение проектной линии должно обеспечивать возвышение низа пролетного строения над поверхностью воды необходимы для беспрепятственной работы сооружения в период пропуска высоких вод. Положение проектной линии на подходах должно обеспечивать их неподтопляемость подходов. Величина возвышения искусственного сооружения над пониженным местом русла слагается из суммы следующих величин. Глубины протекающей воды, Y, с учетом подпора у входа в сооружение. У нас всегда при сооружении, в данном случае мост, у нас движение или движение воды при подходах к мосту обязательно меняется. Очень часто перед мостами мы сооружаем или возводим какие-то русловые сооружения, дамбы и так далее. Вообще режим движения воды меняется, поэтому мы должны учесть величину подпора. Следующая величина, от которой зависит возвышение, это просвета между уровнем подпертой воды и низом пролетного строения Z. У малых искусственных сооружений величина просвета должна обеспечивать безопасный пропуск плывущих предметов и неподтопление пролетного строения при паводках, при паводках, уровень которых превышает расчетный. А на судоходных реках мы должны обеспечить пропуск судов. То есть исходя из этого назначается вот эта величина возвышения. Ну, я думаю, здесь все понятно. Значит, следующая величина, из которой складывается, это высоты пролетного строения. Для труб это толщина грунтовой засыпки над трубой вместе с толщиной стенки трубы. Обязательно мы должны это обеспечить безопасную засыпку для того, чтобы не вызвать деформации и разрушения трубы. На больших реках, где при паводках заливаются большие пространства и возможно образование волн, отметку бровки насыпи следует назначать из расчета возвышения над уровнем волны. Потому что иногда бывает, вы знаете, при весенних паводках или при обильных ливневых дождях у нас есть опасность разлива. То есть у нас поймы заливаются. Мы в прошлом году с вами при изучении изыскания дорог говорили об этом. Поймы могут разливаться, могут образовывать различные протоки и волны могут быть. Обязательно мы должны в данном случае подходы к мостам, конусы отсыпки, обязательно при назначении высоты этих конусов отсыпок мы должны в этот момент учитывать. При проектировании малых и средних искусственных сооружений для обеспечения плавности проектной линии можно использовать следующие приемы. Вот здесь на данном рисунке приведены примеры устройства продольных профилей с устройством малых мостов. Значит, какие приемы? Первое, вот это первый рисунок, а верхний рисунок вы видите, да? Расположение моста на продольном уклоне. Если тип покрытия по мосту такой же, как на подходах, то максимальный продольный уклон моста должен быть таким же, как и на подходах. Участок с продольным уклоном, на котором расположен мост, должен быть продолжен на некоторое расстояние по обе стороны моста. Вот на этом рисунке у нас показан пример расположения моста на вогнутой кривой. В чем заключается смысл этого предложения? Для того, чтобы у нас было движение плавное, и мы в том случае, если у нас тип покрытия на самой дороге, вот на самой дороге, и на мосту совпадает, мы должны при проектировании продольного профиля соблюсти одинаковость уклона. То есть уклон, который был на подходе к мосту, должен сохраняться на мосту и на некотором участке за мостом, для того, чтобы обеспечить плавность и безопасность перехода через вот этот мост. Если этого не сделать, то у нас, вот если будет меняться уклон, вот в этом есть один уклон, то на мосту следующий, потом опять третий, то у нас будет создаваться неудобство толчки, то есть дискомфорт водителю, и это иногда может привести к каким-то нежелательным последствиям в виде остановки или ДТП, должно быть. Так, второе — это расположение моста на вертикальной кривой, на вертикальной кривой, позволяющие устранить переломы проектной линии около моста, которые неизбежны были бы при устройстве моста на горизонтальной площадке. То есть вы видите, вот в этом месте, нижний рисунок B, у нас наблюдаются вот такие переломы, да, рельефы, переломы рельефа. Поэтому в этом случае мы, опять же, мост располагаем на вертикальной кривой, на вертикальной кривой, и таким образом у нас создаются наилучшие условия движения. Если мы делаем на горизонтальной площадке, представьте, здесь была не кривая, а горизонтальная площадка, это было бы сделать очень сложно. Представьте, здесь горизонтальная, вот как мы вот через это место осуществляли движение. Оно было бы некомфортным и небезопасным. И вот здесь тоже у нас, видите, переломы. Мы с вами движение сделали по кривой, то есть более плавное и комфортное. Следующий принцип или решение – это углубление русла под мостом. Необходимость в таком решении проявляется при пересечении слабо выраженных тальвигов в равнинной местности, в которой бытовая глубина протекания воды не превышает 20-30 метров. Значит, здесь тоже мы можем даже углубить русло для того, чтобы правильно вписать мостопродольный профиль. Весь расход или большая его часть пропускается под мостом в канаве. Для углубления русла необходимо, чтобы уклон у лога давал возможность придать канаве такой продольный уклон, при котором русло не заиливалось бы. А канаву можно было вывести на поверхность вблизи моста. То есть это что касается искусственного русла. Следующая возможность или принцип положения – это снижение рабочей отметки искусственных сооружений. Это решение достигается путем снижения расчетной скорости протекания воды, что уменьшает глубину протекания и высоту подтертого горизонта. Или заменой одной трубы большего диаметра несколькими меньшими трубами, имеющими равную суммарную пропускную способность. То есть мы отметили, что рабочая отметка над трубой водопропускной будет определяться размерами самой трубы, толщиной стенки трубы и необходимой засыпки над трубой. Если труба имеет большой диаметр, то возникает необходимое устройство высоких насыпей. Мы можем снизить эту рабочую отметку, если одну трубу большого диаметра заменим несколькими трубами или многоочковыми трубами меньшего диаметра, которые позволяют пропустить тот же расход. В таком случае у нас многоочковая труба, если мы вместо одноочковой закладываем, будет диаметр у нее меньше и, соответственно, будет уменьшаться рабочая отметка. Поскольку высокие мосты устраиваются конусами и длина их по носилу значительно возрастает с увеличением высоты, на переходах через узкие и глубокие овраги наиболее целесообразно прокладывать или укладывать трубы. То есть в некоторых случаях, когда у нас имеет место вот такой узкий лог, узкий лог или у нас овраг какой-то существует, мы можем малый мост, который потребовал бы нам увеличения насыпи, заменить вот этими водопропускными трубами. Вот здесь примеры приведены. Примеры нанесения проектной линии над трубами. Вот эта высота зацепки над трубой, она регламентируется. То есть вот в данном случае вот эта труба, она позволяет нам писать проектную линию таким образом, что у нас объем зеленых работ возрастает только вот здесь. Если у нас был здесь мост, вот делаем, это более бы усложнилось бы. Положение проектной линии должно обеспечить также непрерывность продольного отвода воды по боковым канавам и резервам. Поскольку дно канавы располагает параллельно бровке зеленого полотна, уклон ее дна равен продольному уклону дороги. На всем протяжении каждого участка канавы от водораздела до выхода к искусственному сооружению или до места сброса воды из канав необходимо, чтобы этот уклон канавы был направлен в одну сторону, чтобы вода не задерживалась, не разбегалась. Он должен быть достаточно для свободного стока воды без застоев. Для этого дорожным канавам, зарастающим травой или работающим в лес периодически, следует придавать уклон не менее 5 промер. Только в исключительных случаях, при особенно трудных для водоотвода равнинных условиях, допускается снижение продольного уклона до 3 промер. Необходимо использовать каждую возможность отвода воды из канав в пониженные места в сторону от дороги, устраивая в соответствующих местах отводные русла с уклоном не менее 2 промиль. Следующий вопрос подсчет объемов земных работ. Для составления проекта организации работ выбора типов дорожных машин и для оценки стоимости строительства должны быть определены объемы земляных работ, которые требуется выполнить при возведении земляного полотна на отдельных участках и на дороге в целом. Объемы земляных работ подсчитывают на основании выписанных по продольному профилю рабочих отметок. Короткий участок земного полотна между двумя смежными переломами продольного профиля можно рассматривать как правильное геометрическое тело, если отсутствует поперечный уклон местности. То есть это тело призматоит с трапециодальными основаниями. Вот на данном рисунке приведена схема к определению объемов насыпи и выемов при горизонтальной поверхности, то есть если у нас нет переломов в поперечном направлении. То есть тело рассматривается как призматоид. Для определения объема призматоида выделим вертикальный элементарный слой толщиной дельта L на расстоянии L от начала участка или от конца участка, то есть от одного из концов. Высота насыпи в этом месте будет равна H. На рисунке видно. Тогда вот объем этого элементарного слоя будет определяться по формуле. D, B, D, B равно F на D, L и равно B плюс M, H умноженное на H, D, D, I. Значит, здесь B ширина зеленого полотна, D, L, простите, B ширина зеленого полотна, а M коэффициент заложения. Таким образом мы можем найти элементарный слой, объем элементарного слоя. Тогда полный объем призматоида, полный объем призматоида будет определяться по формуле. Интеграл от 0 до L B плюс M, H, H на D, L. То есть мы вот эту длину участка L определяем или попикетно, если у нас нет здесь плюсовых точек, есть плюсовые точки, значит, вот такого-то пикета плюс, а потом плюс от следующего пикета. Теперь, что касается высоты насыпи, H в рассматриваемой точке, она будет определяться по формуле. H1 минус H2, 1 минус H2, деленное на L и умноженное на L маленькое. Здесь H1, это у нас отметка, рабочая отметка на начале участка, H2 в конце участка рассматриваемая, L большой, это длина участка, L малое, это сечение, которое располагается на расстоянии L от конца из одного участка. То есть это вот математические предпосылки для определения объема. Если мы поставим уравнение значения H и его интегрирования в пределах от 0 до L, то это приводит к довольно громоздкому многочлену. И если мы преобразуем этот многочлен, то площадь концовых участков сечений будет определяться по формуле. F1 равно B плюс MH1 умножить на H1, а F2 будет M плюс H2 умножить на H2. Тогда выражение вот этого объема будет применить вот такой вид. F1 плюс F2 деленное пополам на L минус M умноженное H1 минус H2 деленное на 2, умноженное на L. Если мы обозначим площадь сечения в середине призматоя через F среднее, F среднее, равное M плюс MH среднее на H среднее, где H среднее у нас будет H1 плюс H2 пополам, то вот это выражение можно привести к такому виду. Вот это формула Мрузо называется. Мы ее будем пользоваться при подсчете объемов работ при изучении технологий строительства автомобилей и дорог. То есть объем будет равен F среднее плюс M H1 минус H2 деленное на 12 и умноженное на L. Это формула подсчета объемов земляных работ. В общем случае, если у нас разница отметок H1 и H2 не менее 1 метра, можно пользоваться более упрощенными формулами, которые приведены вот на этом слайде. То есть F1 плюс F2 пополам умножены на L. Где, значит, или средняя площадь умножена на длину участка. Но опять же, эта формула упрощенная, если разница отметок будет менее 1 метра. При более большой разнице, значит, мы пользуемся формулами, которые вот приведены здесь. Но следует отметить, что для подсчета объемов земляных работ существуют специальные таблицы Митина, по которым можно определить, зная заложение откосов, разницу отметок, длину участка, определить объемы. Там же и вводятся некоторые поправки. Значит, упрощенные выражения одинаково пригодны для определения объемов насыпи и выемок. При равных рабочих отметках и одинаково ширине дорожного полотна объемы выемок больше объемов насыпи за счет боковых каналов поверху. Рассмотренные формулы действительно относятся к прямым участкам дороги в плане и профиле. Ну вот здесь видно, что даже если возьмем одинаковую высоту и глубину, то есть насыпь и выемку, объем насыпи и выемки будет больше за счет того, что нам нужно будет еще разработать грунты над водопадными каналами. Мы говорили, что выемку и мы обязательно предусматриваем водоотводные каналы. При современных методах трассирования дорог лотоидными кривыми в плане и с вертикальными кривыми в продольном профиле ось дороги является криволинейной. Рассмотренные формулы относятся к участкам дорог в плане, прямым участкам дорог в плане и в профиле. В местах, где кривизна может вносить существенные искажения в результаты расчета целесообразно, принимая длинный участок не превышающий 50 метров. То есть вот здесь видно, что за счет того, что у нас происходит по кривой, у нас есть неучтенные площади, а значит и объемы. Вот, например, это один, это неучтенный объем за счет криволинейности вот этот призматоид, верхний край призматоида в продольном профиле. И вот это два у нас неучтенная, неучитываемая площадь в пиэчном сечении. Ну, поправки в таблицах у нас есть. Для подсчетов объема деревных работ проектная организация использует специальные таблицы составленные для различной ширины деревного полотна по уравнению. В обычных таблицах приводится значение объема деревного полотна для разных значений суммы рабочих отметок при разной длине участка L. Для более точного учета объема деревных работ, который необходимо выполнить при постройке дороги к объему, вычисленным по формулам, необходимо вводить поправки, которые учитывают влияние разности смежных отметок, если она превышает 1 метр, дополнительные объемы деревных работ по удалению растительного грунта, по отсыпке конусов у искусственных сооружений, объемы, занимаемые в готовой дороге дорожной одежды, так называемой поправкой на устройство дорожной одежды. Сейчас я вам слайд покажу, и вы увидите это. Различие в степени уплотнения грунта в условиях естественного зарегания и в насыпях после искусственного уплотнения, просадки насыпи, слабые основания, это торфяные основания, рыхлые грунты. Кроме того, на наполнительные и неучтенные в проекте работы вводят поправочный коэффициент 1.05.1.1 на общий объем земляных работ. То есть вот здесь вы видите то, что касается поправок на дорожную одежду. При проведении поправки на устройство дорожной одежды учитывать способы отсыпки обочин. Эту поправку при подсчете объемов насыпи вводят с отрицательным знаком, так как земляные работы уменьшаются на объем, который занимается дорожной одеждой. мы же здесь дорожная одежда если у нас прицепные обочины мы учитываем только объем прицепных обочин а объем который занимается дорожной одеждой он минусуется. В выемках поправка на устройство дорожной одежды наоборот увеличивает объем земляных работ поэтому она вводится формулой с положительным знаком. Здесь мы учитываем погровки земляные работы только вот эти заштрихованные а на самом деле нам необходимо выводить корыто это тоже определенные земляные работы. Если у нас подсчитывают объем земляных работ на косогорных участках на косогорных участках здесь вы видите пользуясь тем формулам которые мы рассматривали нельзя тогда насыпь или выемка разбивается на отдельные формулы геометрические и подсчитывается объем для каждой из этих форм по отдельности. потом они суммируются тогда получается более точное значение объема земляных работ. Так все вопросы которые мы планировали рассмотреть лекции мы рассмотрели теперь для самостоятельной работы вы должны рассмотреть вопросы следующие первое что такое продольный профиль основные принципы проектирования продольного профиля способы нанесения проектной линии контрольные точки их назначения и как производится подсчет объема земляных работ что мы учитываем какие принципы существуют вы должны это разобрать таким образом материал сегодняшней лекции мы весь рассмотрели все рассмотрели подводя итоги можно сказать что мы познакомились с принципами проектирования продольного профиля методами нанесения проектной линии и узнали что такое контрольные точки как назначаются отметки этих контрольных точек что мы должны учитывать и разобрали методику подсчета объема земляных работ при при строительстве дороги таким образом лекция исчерпана вопрос исчерпана до свидания до следующих встреч